Всем привет! С вами Крома Ньонец и сегодня мы поговорим о том, как не срываться и продолжать воздерживаться, что приводит к тому, что вы чувствуете себя хорошо и не вините себя и просто ведете нормальную человеческую жизнь. Хоть я и до этого уже делал видео на эту тему, люди продолжают задавать в комментариях один и тот же вопрос, как мне бороться с триггерами, что мне делать, медитация не помогает и так далее. Понимаете, я в принципе самый, наверное, азы азов уже озвучил в первой части видео, но у меня все равно остались некоторые подсказки вам, чит-код, которые могут вам помочь. Это вещи, которые я уже понял на протяжении года воздержания и хочу с ними поделиться. Если вы знали о этих техниках, либо просто подсказках, то, извиняюсь, наверное, кто-то вам лучше подскажет, чем я. Первое, что мне хотелось бы вам посоветовать, это перестать слушать разных людей в интернете, своих друзей и начинать слушать себя. Прислушайтесь к своему сердцу. Если вы уже на этом канале, то, скорее всего, вы понимаете, что порнозависимость мешает вам жить. И при этом всем мы такие люди, что если нам дается что-то сложное, мы всегда хотим найти где-то оправдание, что все нормально, продолжайте им заниматься, мы входим в какой-нибудь форум и какой-нибудь тебе два черпиши, да это все херня, оно это не помогает, прекращай это занятие, вот начинай все там 2D лучше, чем 3D, все будет хорошо. Но нужно понимать, что мы все разные люди, и плюс, если какой-то там вам человек говорит, что это нехорошо, лучше им это не заниматься, то не значит, что он сам, в принципе, не хочет признавать, что у него проблема. Мы живем сейчас в такое время, что люди имеют свое мнение, они им делятся постоянно, мы его потребляем, сидим в интернете. И когда наступает тот момент, когда наступает какая-то сложность, и мы начинаем сомневаться, это нормально, это натурально делать, то какой-нибудь Васян, который будет говорить, да нормально, все хорошо, мы сразу же срываемся, потому что мы находим оправдание тому, чем мы занимаемся, мы знаем, что это плохо, но нам нужно удовлетворение какого-то человека, который тебе скажет, ну это хорошо, все, это нормально, и вы сорветесь. Это всегда происходит на первых этапах воздержания, когда тебя колбасит сильнее всего, тебе хочется сорваться, и у тебя нету какого-то стержня внутри, потому что когда у тебя поднятый стресс, твое все тело идет через какую-то трансформацию, отвыкает от этого наркотика, то вы находитесь в очень не сильном положении, вы очень слаб эмоционально, возможно, даже физически. Сам помню, через это проходил, сидел на форумах НОФАПа, там АнтиО, и люди, многие писали, что это помогает, нужно держаться, но даже один коммент, который бы отрицательно высказывался по поводу воздержания, заставлял меня задуматься, стоят ли эти все страдания, через которые я прохожу, эти ломки, но в итоге все было нормально, просто мне понадобилось достаточно много времени, чтобы как-то от этого избавиться. Но давайте перейдем к второму пункту этого видео. Я вам очень сильно рекомендую перестать потреблять контент, любой медийный контент, даже YouTube, да, вы должны, может быть, даже перестать слушать Кроманьонса. Я говорю именно про тот контент, который обычно визуальный, и вам ничего не нужно делать для того, чтобы его потребить. Это обычно сериальчики, YouTube, кинцо, порнография, конечно же, но там надо кое-что делать, я думаю, когда вы смотрите, вы кое-что делаете. Но все же, вы, наверное, меня понимаете. Тот контент, который не заставляет вас чем-то заниматься, и не заставляет вас думать. Да, конечно, есть классное кино, есть классные видео, которые будут вас развивать в каком-то плане, но я вам очень сильно рекомендую потреблять только тот контент, который вас будет завлекать и взаимодействует с вашим мозгом. К примеру, чтение. Когда вы читаете, вам нужно как-то все-таки напрягать свой мозг, особенности, если вы долго не читали, либо вообще никогда не имели никакого пристрастия к книгам. И тогда вы читаете книгу, ваш мозг, как ни крути, он напрягается, а это значит в каком-то хотя бы плане активное потребление медиа, контента. С книгами в особенности вы мало того, что будете себя чем-то занимать полезным, учить, развиваться, читать какие-то интересные факты, биографии людей, историю, либо классные новеллы, рассказы какие-нибудь, которые заставляют вас задуматься. Например, сейчас я читаю «Идиота», книга, которая была написана Достоевским. Офигенная книга, всем советую. Очень себя виню за то, что я пропустил ее в свои школьные года, потому что я считал, что это ненужные хламы и зачем вообще что-то читать. В общем, все, что мне хочется сказать, не надо потреблять контент, который делает вас ленивым, либо является мусором для вашего мозга. Я не знаю почему, но вот, например, со мной всегда, когда я становлюсь ленивым, ничего не делаю и просто вот смотрю какой-нибудь визуальный контент, который вообще меня не напрягает. Вы как-то, знаете, находитесь в такой стадии, что вот так вот смотрите, смотрите долго, кликаете на одно видео, на второе, например, если говорить о Ютубе, проходит уже три часа. И почему-то вот именно в этот момент я становлюсь очень слабый в каком-то ментальном плане, и ломки обычно даются очень мне тяжело. Мне не сорваться, это прям целая битва, знаете, с самим собой, со своей психологией. И, конечно же, мозгом. Третий пункт. Перестань считать дни. Когда я вижу на форумах, в своем же чатике, кроме гнона, в телеграме, сообщения, которые содержат такой контекст. Хей, я вот собираюсь воздерживаться 60 дней, просто попробовать, и вот посмотрим через 60 дней, как у меня все получится. Вот мне главное продержаться 60 дней, а потом, ну, уже можно как бы опять в днище уйти, да? Да, пацаны, правильно? И это не зависит от русскоязычной аудитории, либо английских людей, зарубежных, западных, потому что на нофапе очень часто видел там челлендж 90 дней. Вы должны понимать, если вы хотите побороть вот этот вот весь грех для кого-то, для кого-то недосуг, для кого-то то, что мешает им нормально жить, то нужно понимать, что надо всю жизнь не спускаться в днище, потому что какой смысл мучить себя 90 дней, проходить через все эти ломки, а потом просто срываться. И тем более, когда вы начинаете считать дни, вы просто сфокусированы на днях, и вы, как бы, можно сказать, даже подсознательно начинаете загружать свой мозг по сдержаниям, а значит, что вы постоянно концентрируетесь на том, чтобы не сорваться, вместо того, чтобы заниматься нормальными вещами и думать на какие-то более философские темы, либо просто пытаться начать какую-то, не знаю, карьеру, учиться, заниматься чем-то полезным. Воздержание должно быть просто на фоне, вы просто должны понимать, что не надо срываться, не надо смотреть порнографию, и все, на этом можно закончить. Четвертый пункт. Поставь цель и стремись к ней. Без цели вообще наша жизнь, наверное, не имеет никакого смысла. Точнее, иногда вы ищете свою цель, вы развиваетесь, пытаетесь найти какие-то вещи, которые будут вам в потенциальном плане интересны, правильно? Это тоже, конечно, является целью. То есть найти цель является целью тоже. Но когда у вас нет ничего такого, чтобы вас мотивировало каждый день вставать и, например, читать какую-то узконаправленную литературу, либо смотреть какие-то курсы, учиться программированию, у вас должна быть какая-то цель. И я вам так скажу, на первое время, когда вы начнете воздерживаться, и у вас мозг просто будет себя чувствовать, как, я не знаю, как будто вы на войне во Вьетнаме, и вы отравленный Эйджент Оранжем, который был распылен американскими военными в 60-х, да, если я не ошибаюсь, то да, вам, наверное, будет сложно иметь какую-то цель, потому что для меня, мне кажется, все-таки какая-то мотивация и цель произошли после, наверное, пару месяцев воздержания. Поэтому, наверное, этот все-таки совет подойдет тем людям, которые уже воздерживаются какое-то время, и у них все равно остаются ломки. Просто всегда напоминайте, какая у вас цель. Помните, что вы будете оттягивать свой гол, если вы просто сорветесь. У вас опять начнутся головные боли, мигрени, стресс, нервозность. Вы будете просто лежать на кровати и смотреть в потолок. Вы будете винить себя. И цель от этого ближе к вам не придет. Она только будет убегать, убегать как можно скорее. Понимаете? И вы стареете, время уходит. Поэтому, как я говорил, каждый раз, когда вы спускаетесь на днище, вам опять же приходится начинать все сначала. И опять вы тратите время. Конечно же, когда человек продержался один год и сорвался, ему в основном будет гораздо легче. Но на моем опыте, если вы воздержались один месяц, два месяца и сорвались, то все начинается по новой. Я уже несколько раз говорил о том, что нужно учить свои триггеры. И вот пятый пункт будет чуть-чуть связан с этим, потому что, как минимум, для меня это был триггер. Сама ночь, вечер является для меня триггером. Поэтому я вам всем рекомендую настроить свой режим сна и ложиться спать раньше 11, наверное. Вот если вы можете начать спать раньше 11, то у вас, наверное, будет более-менее здоровый режим сна. Вы сможете вставать пораньше, там, в 6 часов утра. Может даже на пробежку выйти. Я, например, этим иногда занимаюсь. Потому что недосып, либо сама ночь. Я думаю, что... Вот напишите в комментариях, если у вас проявляются ломки именно ночью, либо вечером. Вот у меня 100%. А я знаю, что днем я вообще даже не могу думать о порнографии, а вот вечером. Вечером это как будто ты вампир, который спал весь день, а вот ночью ты просыпаешься. И тебе хочется зайти на этот сайт и посмотреть все эти видео и кайфануть. Вот для меня все оно так было. Как будто ты переходишь в такое маниакальное состояние, и ломки просто невыносимые. Поэтому мне приходилось иногда уходить на улицу в часу 11-12, просто пройтись, чтобы не сорваться. Плюс не забывайте, недосып делает вас очень слабым. Физически, ментально вы не досыпаетесь, у вас нет энергии. А когда вы разгожены от недосыпа и чувствуете себя плохо, то сорваться очень легко. Это вот так вот, прям, и все. И вы уже сдались ментально, и потом вы начинаете срываться. И это, наверное, вот 5 пунктов, которые мне хотелось вам сказать. И всегда помните, что большинство срывов, они заранее спланированы в вашей же психологии. Не то, что в психологии, а вашим разумом. Вы, наверное, замечали, что когда вы сидите на работе, либо в школе, у вас начинается ломка. И вы уже, бываете на этой даже стадии, сдаетесь. Вы понимаете, что я приду домой, и я зайду на свой любимый сайтик. И посмотрю грязные видосики. Мне кажется, это у всех так происходит. Начинается ломка. И вы не можете, например, прямо сейчас это посмотреть. Но вы уже даже до того, как начали что-то смотреть, задались у себя в голове. Поэтому нужно всегда помнить, что если начинается ломка, самое главное, что нужно понимать, что это, в первую очередь, ментальная битва. Битва вашего разума. Вы не можете сдаться в своей голове. Потому что если вы сдадитесь уже на каком-то метафизическом уровне, то вы сорветесь с вероятностью, наверное, 90%. Спасибо за прослушивание. С вами был Крома Нионец. Подписывайтесь на канал. Если вы новенький, если не новенький, то не подписывайтесь. Пишите комментарии. Вступайте в нашу группу в Телеграме. Ссылка будет в описании. И всем спасибо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok